Дагестан Главную роль Из доисторических времен в наше время Новый мультимедийный просветительский комплекс открыли в Махачкале На неделе в Рио главы Дагестана Владимир Васильев принял участие в нескольких мероприятиях 17 октября руководитель Дагестана встретился с муфтием шейхом Ахмадом Афанди А 18-го убыл на юг российско-азербайджанскую границу Чтобы принять участие в закладке камня для строительства моста через реку Самур Но обо всем по порядку Встреча с муфтием может показаться неожиданно Не с политиками встречи и не с государственными деятелями, то есть чиновниками А именно с первым лицом мусульманской общины Духовным наставником шейхом Ахмадом Афанди Напомним, что ранее Владимир Васильев встречался с министром чрезвычайных ситуаций Нариманом Казимагамедовым И еще парой чиновников Другие официальные встречи в Рио главы республики были только в Москве Очевидно, что это не только знак признания за мусульманами силы по праву большинства Но и высокого религиозно-политического авторитета лично муфти Дагестана Василий признал большой вклад духовного наставника в дело мира Я много слышал о вас хорошего И знаю о той роли, которую вы сыграли в тех важных процессах Которые позволили и сохранить мир в Дагестане И самое главное, в головах и душах людей Что вы делаете успешно, длительное время И конечно, сейчас, когда я получил это поручение И доверие в плане исполнения обязанностей Я бы хотел одну из первых встреч провести с вами И от вас услышать Что бы было важно для меня на первых шагах Что бы вы мне посоветовали Руководитель Дагестана просит у муфтия совета Обращается к нему как к духовному наставнику мусульман И как к эксперту, который знает общественно-политическую ситуацию в республике И может дать несколько очень важных рекомендаций по конфессиональной политике Но религия в Дагестане не просто часть конфессиональных отношений А нечто большее Василий, похоже, это осознает С учетом его опыта в борьбе с терроризмом Обнадеживает то, что он понимает важную социальную функцию духовенства И ее роль в урегулировании конфликтных ситуаций В свою очередь муфтий шейх Ахмад Афанди Заверил своей поддержке Васильева И призвал дагестанцев также поддержать нового руководителя Дагестана Уважаемый Владимир Афимович Мы очень рады Я думаю, президент страны Не случайно у него остановилось свое мнение и решение на вас Он давно говорил, что Дагестан, он уважал Ашас Любит, это имеется в 99-м году А назначением вас Я думаю, он дополнительно проверил мнение дагестанцев Как они его любят Он свою любовь показал дагестанцам Он хотел обратную любовь Если у дагестанцев Мы этим хотим показать, признаться Мы очень признательны президенту России Тем, что он вас отправил И мы полностью поддерживаем его назначение И надеюсь, мы будем вам очень полезными людьми Насчет вреда и речи быть не может Взаимно То, что вы говорили Что про нас вы услышали Это не про меня Про дагестанцев Про богословов Дагестана Которые все это время Со мной Бок о бок Работают Это тоже для нас Вот эти два слова Которые были сказаны вами Это очень огромное значение имеет Вам Огромное спасибо за то, что вы заметили А мы достойными этих слов Себя не считаем И то, что были убийства молодых людей Теракты То, что ИГИЛ Ушли огромное количество дагестанцев Я несколько раз в своих выступлениях заметил Это я алимом, богословом говорю Это не в основном Несколько процентов Это наши вины Наши упущения Если бы должным образом Мы бы работали Ну Даже не полностью исключить Конечно невозможно Намного процентов меньше было Поэтому дальше нам стоило бы Еще лучше И больше работать Вот к чему я призываю Своих сторонников Встреча была короткая и теплая Видна неподдельная искренность Владимира Абдуальевича Вот он здоровается с муфтием Обратите внимание на лица Иврии у главы и муфтия Прокомментировали нам эту встречу Руководитель Даккомрелигии Магомед Абдурахманов И председатель Совета Имама Махачкалы Закария Магомедов Знает каким авторитетом пользуется Нашмолский Ахмолдин Дагестан И как мусульмане Дагестяне Прислушиваются к нему К его мнению Поэтому я и думаю Он наверное посчитал Важно встретиться с ними Хотя и первая встреча Она там и не обсуждали Что такое-то Она была законительная встреча Он готовий приходить Прислушиваться Там узнавать о нуждах Мусульман И о проблемах Мусульман И нефтябрь Заверу Решат наши Такие вопросы Он сказал, что В 90-х годах Он о работе Сказал О работе Был в Дагестане И в сравнении С тем, что тогда Было в Дагестане И то, что сейчас Говорят Это совсем разные вещи И когда он говорил Об этом Он ударение сделал На то, что заслуга Это Муфтия Муфтия И допустим Ревизородителей Он даже неоднократно Благодарно Выразил Спасибо За вот эту работу 18 октября Состоялась церемония Закладки Памятного камня Символизирующего Начало работ По строительству Автомобильного моста Через реку Самур В районе Пунктов пропуска Азербайджана Российской Государственной границы Ярак-Казмоляр Сообщает пресс-служба Управления дорогами Каспий В мероприятии Приняли участие Министры транспорта России И Азербайджана Максим Соколов И Рамин Гуузаде И посол России В Азербайджане Владимир Дорохин Также присутствовал И политический актив Магарамкенского района Будущий мост Называли историческим И открывающим Возможности Приграничного сотрудничества Министр транспорта Заверил Что его ведомство Будет осуществлять Личный контроль Над строительством моста Отметим, что решение О строительстве Нового автомобильного моста Через реку Самур Принято в соответствии Соглашения Между правительствами Двух соседних государств Подписанным 13 сентября 2013 года Переправа призвана Заменить действующее Сооружение На Азербайджанно-Российской границе Введенное в эксплуатацию Еще в 1957 году В составе комплекса Самурского гидроузла Это будет важнейшее звено Международного транспортного коридора Не только для всего Прикаспийского региона Но и евразийского значения Поскольку именно через Азербайджан Проходит Через Дагестан Проходит Международный транспортный коридор Север-юг Или юг-север В данном случае Который год от года Показывает Растущие результаты Грузопотока И пассажирского движения Но самое главное Конечно Этот мост Будет новым Для И удобным Для людей Примечательно Что министры Отмечали Значимую социальную роль Возводимого сооружения Складывалось такое ощущение Что им писали речь Одна служба протокола Приятно Что вспомнили людей Особенно Проживающих По обе стороны реки Самур Уверен Что открытие нового моста Обеспечит Ускоренный пропуск Транспортных средств Через пограничные переходы Что будет способствовать Дальнейшему росту объемов Международных Грузоперевозок И пассажирских И автомобильных Перевозок Между нашими странами Кроме того По обе стороны Реки Живут люди Которых связывают Родственные узы Поэтому этот мост Будет иметь В том числе И очень большое Социальное значение Посол России В Азербайджане Владимир Дарохин Обращаясь к вреу Главы Дагестана Владимиру Васильеву Напутствовал его На новом посту И сказал Следующие слова В России нет ни одного Региона Для которого бы имело Значение Какой имеет характер Межгосударственное Отношение Между Россией И Азербайджаном В целом И в России Нет ни одного Региона Который бы оказывал Такое сильное И непосредственное Влияние На формирование Отношений Между Россией И Азербайджаном И я очень рад Сказать сегодня С полной Уверенностью И искренне Что вот за 8 лет Моей работы В качестве посла Российской Федерации В Азербайджане Я вижу Что этот фактор Становится все более весомым И все более позитивным Сегодня прямые Российско Дагестан Азербайджанские связи Это актив Российско-Азербайджанских Межгосударственных отношений И я думаю Что вы в своей работе Это почувствуете Не только сегодня Но и завтра И послезавтра И я хотел бы пожелать вам Больших успехов В том Чтобы этот потенциал Уже имеющийся Вы приумножали И использовали Ради людей Которые живут В этом регионе Ради интересов Российско-Азербайджанских Отношений И президент Эту задачу поставил Это Изменить ситуацию Когда Дагестан На территории России Был Как бы Окончание Тупиком После него Уже граница А теперь Граница Не уже А граница С развития Огромным развития Отрадно Что Васильев Настроен Оптимистично А иначе Нельзя Хочется надеяться Что Дагестан Выходит Из тупикового Этапа Своего развития Мост Будет отвечать Всем современным Требованиям Подобного рода Сооружений Его длина Составит Более 325 метров Ширина 17 метров А вместе с Автомобильными Подходами Около 800 метров Строить Мост будут И Россия И Азербайджан Финансово Сложившись В равных Долях Это более 1,2 миллиарда Рублей Новый мост Соединит Две дружественные Страны Уже к марту 2019 года Южные ворота России Долгое время Оставались Неухоженными Немало проблем И в самом Маграмкенском районе Это и электроснабжение И водоснабжение Растительные системы Не работают В полную мощь Но и самое главное Это конечно Дороги В туристически И экономически Привлекательном районе До сих пор Нет современных дорог Вот что сказал Владимир Васильев Цитирую Паурия Дагестан А то смотришь Построили Хорошие Коттеджные Микрорайоны Даже у вас Здесь А все дороги Грунтовые Не очень комфортно Но мы даже Хорошие Грунтовые Не можем построить Просто направление Даже не дорогу Потому что В общественный бюджет Деньги не поступают Они остаются За его пределами Эту задачу Нам предстоит Решать вместе Если мы хотим Что-то изменить Дороги построим Там федеральный Бюджет работает А вот там Где живете вы Это уже наша задача Надеюсь на понимание И поддержку Ваш район хороший Будем учиться И у вас Что получается Чего добились Резюмировал Владимир Васильев Глава республики Пообщался с жителями района А именно С главами поселений Это беспрецедентная практика Когда до руководства Допускают руководители Низового звена И они Спокойно заявляют О своих проблемах На местах Тут же кстати Была и глава Магарамкенского района Фарид Ахмедов Так вот Дорога в Самур Стратегически важная Но зато Дорога вот такая Разбомбленная Известно Что дорогу В направлении Гопцах Самур Магарамкенского района На пути следования Которого расположен Таможенный терминал И приграничный пункт Пропуска Новофиля Должны были построить Еще в 2015 году Однако работы Были приостановлены Народ заговорил о дисбалансе В экономическом развитии Регионов республики В котором Обвиняли власти Дагестана Махачкале Открыли исторический парк Россия Моя история Некоторое время назад В поисках места Для строительства Серьезно рассматривали И даже подступились К парку имени Ленинского комсомола Который является Самой крупной Парковой зоной Столицы республики Не так много Зеленых островков В Махачкале Затем Когда общественность Активно противостояла Вскрытию и так Застроенного По краям парка Власти отступили И начали искать Новое место строительства Подвернулось Здание долгостроя Объект был задуман Как спорткомплекс Еще в конце 90-х годов Напомним Что ранее На этом месте Располагался рынок Который был снесен Оттуда еще В 1998 году Старшее поколение Помнит Последовавшие Затем события На части организаторы Мятежа и захвата Дагестанского Белого дома В 1998 году Использовали И недовольство Торговцев С того самого рынка Исторический парк Быстро достроили За рекордные сроки Были завершены Все работы Но здесь Общественность указывает И на некоторые Финансовые нестыковки На объект Были заложены Деньги Типовое здание Музея оценили В более 100 миллионов Рублей А стоимость Строившегося Спорткомплекса Около 5 миллиардов Рублей Несколько миллиардов На возведение Зданий И сооружений Уже было потрачено Пишут в блоках Тем не менее Медиаинсталляция Современной технологии Видеостены Живые книги И история России От Юриковичей До наших дней И это самый крупный Исторический парк В стране По замыслу организаторов Парк должен стать Экспозиционным Пространством Нового уровня На открытие комплекса Побывала наша Съемочная бригада В чем же отличие Исторического парка От обычного музея Расскажет Атика Магомедова Россия Моя история Мультимедийный комплекс В котором представлена Вся история России С древнейших времен Более чем тысячелетняя история Страны здесь Представлена При помощи Современных технологий Он будет Самым крупным В стране Общая площадь Которого составит 13 тысяч квадратных метров Масштабный объект Издан в рекордно Короткие сроки Работы были начаты Весной 2017 Около 200 человек Работали здесь в две смены И вот сегодня Торжественное открытие Представители власти Духовенство Творческие коллективы Гости и жители столицы Открытие уникального Интерактивного музея Ждали все Как подчеркнули Выступающие Для Дагестана Музей играет важную роль Этот музейный комплекс Позволит посетителям Стать участниками Тех или иных событий Даст возможность Увидеть Быть Архитектуру Культуру Окунуться в мир Традиции История Как и жизнь Каждого из нас Имеет свои Ихаки становления Составить из Эскурсов и Великых достижений Трагедии И горьких потерь Самых разных событий И явлений И все это Вместе Взятие Составляет Нашу Славную Историю При этом Оглядя вас Назад Мы не должны В прошлом Нам необходимо Увидеть Перспективы Развития Нашей республики Согласно Требования Современных Реалий Благодарю Всех Организаторов И строителей Этого Исторического Парка Желаю Новой Энергии И вдохновения Для дальнейшего Созидательного Треба На благо Народу России И Дагестана Торжественную Ленту Разрезали Лидеры Трех Традиционных Конфессий Дагестана Муфтии Шаха Матафанди Епископ Грозницкий Махачкалинский Варлам И представитель Иудейской Общины Валерий Дебияев Почетных Гостей С истории России Ознакомил Викарий Патриарха Московского И всея Руси Предстатель Патриаршего Совета По культуре Епископ Егоревский Тихон Отдельные Экспозиционные Залы Посвящены Разным Этапам Становления Российского Государства Так например Начиная От Рюриковича И Романовых По настоящее Время Мы сейчас Готовы Ветерси Москва Избор Собир И такой же Мы делаем Сейчас Редак Экспозиции Здесь созданы На основе Материалов Представленных В российских Музеях Исторических Архивах И книгах Ральнилищах Многие Из которых Стали Впервые Доступны Зрителям В создании Этих экспозиции Принимали Участие Ученые России Сегодня Можно сказать Практически Всех Регионов Это и Институт Истории Российской Академии Наука Московский Университет И Российский Израчно Исторический Университет И так далее Множество Архивов России Вот сегодня К этой работе Присоединились И наши Дагестанские Коллеги Но мы Хотели Сделать Не только Такую Объективную Историю Это была Конечно Главная Задача Но и Историю В хорошем Смысле Слово Увлекательную Чтобы это не был Скучный Учебник А чтобы В первую очередь Молодое поколение Смогло Заинтересоваться Историей И Было бы Стимулировано На то Чтобы сам Самим Начать Изучать Может быть Не сейчас Но через Какое-то время Потому что Каждый из нас Наверное Может быть Настоящим Исследователем Своей истории Создатели Создатели парка Сделали Все Чтобы Российская История Перешла Из черно-белого Учебника В яркое Увлекательное Вместе с тем Объективное Повествование В историческом Парке Представлен И дагестанский Зал Он ориентирован На культуру Религию Природу Достижения В области Инновационных Проектов Науки Образования Здравоохранения И спорта Почему-то Воспринимают Историю Как ряд Политических Событий А история Это и развитие Культуры Развитие Традиции Развитие Народов А мы Представили Здесь Начиная С культур Древности Там есть И каменный Век И бронзовый Век Люди Могут Посмотреть Как жили Их предки Например 6-8 тысяч Лет назад Как жили Наши предки Там в 19 Веке Как жили В раннем Средневековье Какие у нас Были дома Как выглядели Первые дома Которые археологи Обнаружили На нашей территории Здесь можно Отдохнуть Благодаря ожившим технологиям Школьникам Студентам Любому гражданину России И жителю Дагестана Эта история Станет ближе И понятней Супер Очень интересно Понравилось Нужно не один день Чтобы прийти Все это изучить Прочитать Очень приятно Что в музее России Представлена И экспозиция Нашего Дагестана Все об истории Очень много информации Очень впечатлил Очень понравилось Честно Потому что Людям надо Рассказывать Достоверную историю Которая была Нашей стране Потому что К сожалению Сегодня есть такое Что история Искажается в мире И поэтому Людям надо Рассказывать все И вот этот музей Рассказывать Как раз таки Что было тогда Как все происходило Как прошла история Нашей страны Нашей республики Главное отличие Исторического парка От обычного музея То что здесь Можно будет все потрогать Каждый экспонат Каждую деталь Напомним Исторический парк Россия Моя история Это федеральный проект Реализуется он В 18 городах страны Теперь уже И у нас в Махачкале Атикат Магомедова Гилач Курбаналиев Джалал Магомедов Телеканал ННТ Махачкала Молодежный фестиваль Сумасшедший фестивальный ритм Заряжает молодежь Молодежь всего мира На площадке Олимпийского В Сочи 18 по счету В мире Третий в России Этот форум Не просто масштабное Развлекательное шоу Цель фестиваля Объединить молодежь В борьбе против Главных социальных проблем Современности Сплотить ее Воедино За мир И демократию Движение Пропагандирующее Интернационализм Советский Союз Впервые поддержал В 1957 году После десятков лет Обособленности Советского Союза Страна вновь Становится открытой За границей Прибывают в шоке Наконец Приоткрывается Железный занавес И вдруг По улицам Москвы Ходят тысячи людей Со всех концов света Всех цветов И оттенков Все это Привлекало Огромное количество Участников И журналистов Так Московский фестиваль Стал одним из Крупнейших Культурных И политических Событий После военных лет В следующий раз Москва стала Хозяйкой фестиваля В 1985 году Когда в стране Была объявлена Перестройка И тогда Советский Союз Уже не был Большой загадкой Для иностранных граждан Но масштабность От этого Форум не потерял Его участниками Стало 26 тысяч человек Вот число Вошли и представители Нашей республики Такое открытие Фестиваля Было уникальное Никогда Молодежь Такого Грандиозного Открытия Как в 1985 году Не видела А на закрытии Практически Все плакали Никто не хотел Расходиться И даже эта песня Ну для вас Молодых Это может быть Не совсем Но вот Когда Мишка Талисманов Мишка И когда Еще показывали Как он улетает И так далее Даже вот эти Впечатления А так Конечно Впечатления Грандиозные В памяти Зумруд Сулейманова Фестиваль Оставил Только приятные Моменты Форум Также подарил Ей Немало друзей Со многими Она поддерживает Связь По сей день Я с первым секретарем Горкома Комсомола Алиев Рамазан Был И их У нас была встреча На подписание Совместного договора Поехали в Болгарию Потом Через какое-то время С болгарской делегацией Он приехал сюда Он уже на партийной Какой-то работе был А уже спустя Лет 15-20 Уже Я знаю Что у него Было две девочки Родились Они Он с детьми Приезжал сюда Наша семья Ездила туда Я со своими сыновьями Сегодняшний фестиваль Молодежи Не ознаменован Никакими политическими Событиями в стране Но дружба Мир И общие цели По-прежнему Объединяют представители Разных континентов На одной площадке Интернациональный форум Открылся в Москве И уехал в Сочи Там участников Ожидала Официальная церемония Открытия Энергия Талант молодости Обладают Поразительной силой Молодое поколение Всегда приносит в мир Новаторские идеи Вам свойственны Эксперименты Споры Свойственно не соглашаться С привычным укладом вещей Дерзайте Создавайте свое будущее Стремитесь изменить этот мир Сделать его лучше Все в ваших силах Главное Упорно Идти Только вперед Впервые в истории Фестивального движения В грандиозном Молодежном празднике Задействована вся страна Форум расширил географию 15 регионов России Посетили иностранные граждане В их число Вошел и Дагестан Где участники Посетили Дзербен Сулакский каньон И песчаную гору Сарыкум Многие остались Под глубоким впечатлением Вчера я посетил Джума-мечеть В городе Дербен Я был впечатлен Тем, насколько Она давно построена Если не ошибаюсь Это около 1200 лет назад То, как было построено здание Надписи и все остальное Очень напомнило мне Одну из древнейших мечетей Нашей страны Почти вся форумная компания России наполнена Одним смыслом Объединить молодежь В решении социальных проблем За молодежью будущее За развитие Из-за упадок страны Ответственность несет Молодое поколение Истина, с которой согласны И Путин, и Васильев В Дагестане Самое большое число Молодежи в стране Фестивали и форумы Здесь также не редкость Но как они влияют На участников? Форма Это хорошая площадка Для реализации идей И механизмов Как с самой молодежью Так и непосредственно С их проектами Вообще, чтобы вы понимали Форма Это является Хорошей возможностью Для выстраивания Коммуникации Между властью С одной стороны И общественной Инициативой С другой стороны Каждый форум Или фестиваль Несет какую-то Смысловую ценность В одном случае Это образовательный Аспект В другом Оказание Грантовой поддержки А ВПМС-2017 Это глобальное Событие в мире Поучаствовать в котором Выпадает шанс Не каждому поколению Поэтому задача Каждого из участников Использовать полученные Знания И приобретенный опыт В правильном русле Хадижа Курбанова Магомед Магомедов Специально для Итогов недели 21 октября Исполнилось бы 80 лет Шейху Саиду Афанди Из Черкее Богослов Духовный наставник Выдающийся Религиозный деятель Погиб в результате Террористического акта 28 августа 2019 года Который совершила Смертница Тысяч верующих Дагестана России И за рубежом Тяжело переживали Смерть своего наставника Шейх оставил Духовное наследие Главным из которых Является наставление На путь истины Мудрости И добра Иностранные разведки Ставили перед собой Задачу Ввергнуть Религиозную общину А за ней И весь Дагестан В пучину радикализма Эти планы Врагов России Которые они Вынашивали Долгое время Не удалось Им реализовать Во многом Благодаря Таким учителям Духовности Как уста Саида Фанди Дагестан был Плацдармом Отработки Различных сценариев В том числе Военно-политических К сожалению Кое-что Все-таки Радикалы сделали Они здорово Подпортили Имидж республики Что за собой Подтянуло И ряд проблем В том числе Отразилось На торгово-экономической И инвестиционной Активности В регионе Мы только Начали отходить От последствий Этих вызовов Сегодня мы Вспоминаем Шейха Саида Фанди Наш корреспондент Абдулла Алиев Побывал В родном Селе Духовного наставника Если что-то Случилось Кто-то умер Мы не должны Из-за этого Терять сабру Нам нужно Сохранять спокойствие И проявлять терпение Единственная польза От этой жизни Проведите здесь Тысячу лет Или всего Двадцать пять Тридцать В том Чтобы в предсмертный миг Оказаться в вере Оказаться на истинном пути Что еще Желать тому Кто в последний момент Жизни Оказался в вере Многим дагестанцам Известно это место Это дом Великого шейха Духовного наставника Большинства мусульман Дагестана Шейха Саида Фанди Именно здесь Внутри своего дома В этой комнате Великий шейх Саида Фанди Без устали Принимал И обучал Своих учеников Порой даже Были такие дни Когда количество Людей Приходящих к нему Достигало До тысячи человек Есть люди Которые на пути К успеху Стремились к богатству Были те Кого манила слава Почет И величие Шейх Саида Фанди Не преследовал Таких целей Мусульмане Его знали Как человека Целиком посвятившего Себя служению Религии И людям Главная его заслуга Как духовного наставника Сохранение мира И стабильности В республике Распространение Истинных ценностей Ислама Все старания шейха Были направлены Только на облагораживание Нравов В этом мире Может произойти Все что угодно Он принадлежит Аллаху И все тут Происходит по его воле И об этих смутах Пророк уже поведал нам От нас ничего не зависит Мы лишь обязаны Следовать по пути Ислама Мусульманину следует Покинуть этот мир В Исламе Пропадет же человек Если умрет Вне Ислама Поэтому старайтесь Уберечь своих близких Родственников Семью И детей В меру Своих сил С конца 20 века В котором нет места Фанатизму И агрессии Когда началась Вот эта война Тайна напали Вот этот Мухабит Дагестан Мы как раз Вот этот Не этот мечет Тот мечет У нас был И там Я организовал Второе Это же дело Когда началась война Я пошел Саид Апанди Соглас Вот как дальше Делать Воня же идет Я сказал Саид Апанди Вот так вот Воня тоже Началась Даже некоторые Соседние Сул Даже стали Уезжать Вещи собирать Он говорит Саид Апанди Говорит Этих Говорит Народ не будет Слушать Потому что Народ восстанет Против Народ поймет Этого Народ До нас Тоже не дает Это очерпят Он быстро Кончится Потому что То что Они пришли Вот этим Смутой Это народ Дагестанский народ Мутный народ Поймут Поэтому Продолжаю Говорит Шейх Саид Апанди Известен Не только Как духовный Наставник Но и Как автор Множества Книг Об исламе В них Шейх Обучал Правильному Пониманию Исламской Религии Учил Искренне Поклоняться Всевышнему И быть теми Кто несет Только пользу И от чьей руки И языка Не страдает Ни один человек Как призывал Мусульман Пророк Мухаммуд Это значит Человек Познавший себя Познал Аллаха Это самое важное Что должно быть То есть Осознание Своей слабости Своего невежества Я знаю Что люди Меня сильно Возвеличивают Конечно Они будут так делать Ведь я их устаз Но я же знаю Кто я такой И что у меня есть Тот Кто возгордился Это Иблис Иблис Возгордился И гордец Является Его последователем Таким образом Человек Ставящий себя Ниже Больше Любим Аллахом К этому же Приводит Только тарькат На сегодняшний день Нельзя не отметить Что шейх Сумел уберечь Значительную часть Молодежи Дагестана Отступление в ряды Бандитов Прикрывающихся Исламом Каждый из молодых Людей С искренним намерением Пришедший к шейху Для обучения Никогда не вступал На пути идеологов Радикализма Внуки Саида Фанди Из Черкея Продолжают дело Своего славного предка Некоторые из них Уже стали учеными Богословами Занимаются Просветительской деятельностью Для тех Кто находится в лесах У меня есть назидание Выйдите из лесов Оставьте их Диким зверям И идите к людям Живите среди них Как мы Вот это Мое им назидание Конечно Если они примут Его во внимание Если они хотят И если есть что-то Чего они не понимают Но желают понять Пусть приходят ко мне Я им объясню Все что они хотят Раскрою для них Те вопросы Которые они не смогли понять Конечно Если они не знают Если придут Им же от этого будет лучше Не нам Шейха Саида Афанди Знали и почитали Не только в Дагестане И России Но и по всему миру Далеко за пределами Нашей родины Он пользовался Уважением Увидных ученых Многие из которых Были потомками Пророка Мухаммада Мир ему и благословение Саида Афанди Страшную трагедию Случившуюся 28 августа 2012 года Мусульмане Дагестана Всегда вспоминают С болью в сердце В этот день Они потеряли человека Который для них Указывал путь мудрости И счастья в обоих мирах Великий шейх Ушел из жизни Так же Как и его лучшие ученики Отдавшие свою жизнь На пути распространения Ислама Можно долго рассуждать Что было бы Если шейх до сих пор Был бы жив Но можно с уверенностью сказать Что он не ушел С этого света Не выполнив свою миссию Он объединил мусульман Книги написанные им До сих пор приносят пользу людям Он оставил после себя Лучших учеников Которые достойно Продолжают его дело Нам лишь остается Быть благодарными Великому шейху Ценить все то К чему он призывал И быть всегда сплоченными Как всегда он этого хотел Абдулла Алиф Джалмагомедов Специально для итоговых новостей ННТ Лезгинка в Тлеротинском районе Это не шутка И не название утопического романа Ее называют достойной горянкой Многодетная мать Салихат Курбанова Уже больше трех десятков лет Живет там, где небо и горы В селении Чвадоколоп Тлеротинского района В суровых условиях Женщина из городского жителя До переезда в горы Она жила в древнем городе Дербент Провращается в селянку О том, как куется дружба народов И как живется горянка В специальном репортаже Умы Ибрагимовой Есть молоко пока есть Подоив корову Салихат Курбанова Загоняет телят в сарай Так начинается каждое утро Женщины Правда, теперь скотины У нее стало меньше Совсем недавно Двое телят Салихат пропали В этом году у нас в соседних селах Были пожары Из-за этого дикие животные все Собрались вокруг нашего села И вот двоих телят потеряли в этом году Салихат Курбанова приехала в аварское село Чадоколоп 32 года назад По национальности лесгинка Будущего супруга она встретила в университете Сразу после свадьбы молодые приехали в родное село мужа Привыкнуть к обычаям и менталитету Абсолютно другой местности Ей было непросто Жизнь в первое время, конечно, была очень трудна в этом селении Потому что я сама выросла в городе Дом сами построили Строить дом, рассказывает Салихат, было сложнее всего Все приходилось делать самим Вот в то время было очень трудно Потому что все приходилось самим таскать Камень, воду, глину Сами делали раствор Сами поднимали стены Помощь, конечно, была со стороны родственников Но было очень-очень трудно Это сейчас уже Это в горах все строят доми из шлакоблоков Уже все условия А раньше было очень трудно в селении жить Уважать местные обычаи, носить платок, уметь готовить аварский хинкал Это, пожалуй, самое главное требование к невесткам села Чадакалоб Готовить аварский хинкал Салихат научила свекровь Рассказывать, что поначалу не всегда удавалось Это у нас в селе не такой обычай Молодые девушки, это невесты Их проверяют на то, как они смогут приготовить аварский хинкал Если этот хинкал у нее получается хороший У этой девушки будет и уважение, и авторитет в селе Если нет, то ей надо будет постараться, чтобы у нее получалось очень хорошо Теперь это национальная еда для Салихат Курбановой То, что можно приготовить быстрее всего Как говорится, набило руку Проверить, приготовился ли аварский хинкал не так легко У каждой хозяйки свой способ Вот наши хинкалы уже готовы Я проверяю вот таким прихлопом Если хинкалы готовы, то хинкал становится очень упругим, эластичным Вот уже готовы, нужно их вытаскивать Спичечкой протыкают хинкалы для того, чтобы они подольше оставались пухлыми Спасибо Блюда уже на столе Ждут гостей, в их числе заловка Салихат Рукият Халилова С невесткой она сразу подружилась В начальное время было трудно Потом мы с ней уже поладили отношения И как в нормальных отношениях начали В седьмом классе, что ли, когда была я Когда она приехала Ну, ходили вместе в школу Аварскому невестку научил не муж, свекровь или заловка А старший сын Когда мать произносила слова «не так», начинал смеяться Когда она начинала «не так слово говорить», он помогал ей Исправлял ее всегда Все время исправлял Ну, не так, мама, вот так надо говорить Ну, вот так и она научилась по-аварскому Совсем недавно Салихат Курбанова получила звание заслуженного учителя республики Дагестан В местной школе Салихат Курбанова работает более 25 лет Преподает русский язык, литературу, физику, а иногда и математику В селе мало специалистов, молодые уезжают Именно поэтому Салихат приходится иногда замещать коллег Хотя сама она по профессии физик Хорошо, молодец, сама исправила Так, теперь давай объясним знаки триминала Салихат работает в школе уже 30 лет У своих учеников она пользуется уважением и прививает им желание лучше учиться Уроки у нее бывают очень интересные Даже если мы что-то не поняли, мы можем после урока подойти и спросить Она может сделать нам его дополнительно Айшат Асламбекова, коллега Салихат, по национальности кумычка Объединила женщин именно то, что обе в аварском селе были чужими, рассказывает Айшат Местные жители долго к ним привыкали У нас некоторое время, даже сегодня, по происшествию, вот уже 39 лет прошло По происшествию многих лет все равно Вот это слово чужая, оно все равно слышится Правда, мы уже давно не чужие Но все равно, забыв, что мы чужие, они говорят Вот и с Яшел Значит, девочки как бы с другого мира, с другого места, с другой территории После работы Салихат торопится домой, ведь там ее ждет семья Муж, сын, внуки Так Мухаммад, старший внук Салихат, рассказывает, чем любит заниматься с бабулей Готовить Готовить любишь с бабушкой? Да А что вы готовите? Пиццу Пиццу? Да Салихат уже привыкла не только к сельской жизни, но и к местным жителям Женилась с сыновей, причем на девушках разных национальностей Именно поэтому в селе семью прозвали Интернациональной Ума Ибрагимова Ларьяна Шамкалаева, Твератинский район, специально для итогов недели Это были итоги недели, поверься, нашего телеканала Все у нас будет, до встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова